Всем доброго времени суток! Вы на моем спортивном канале и сегодня мы рассмотрим такую пищевую добавку как коллаген. Коллаген это один из самых распространенных белков в организме человека. Его массовая доля составляет 6% от веса тела. Коллаген присутствует практически во всех тканях организма. Это главный структурный протеин, который формирует наше тело и обеспечивает прочность ткани. Фактически он удерживает или связывает клетки вместе. Больше всего коллагена содержится в соединительных тканях, которые осуществляют механическую функцию. Кости, хрящ и связки выделяют три типа коллагена, каждый из которых присутствует преимущественно в той или иной ткани. Так в хряще суставов в основном содержится коллаген второго типа. Именно этот тип коллагена выпускается в таблетках для приема внутрь. Первый и третий тип содержатся в связках и костях. Что же все-таки выбрать? Добавки в капсулах или пищевой коллаген? Многие даже не догадываются, что желатин это гидролизованный коллаген. Желатин получают путем частичного разрушения животного коллагена с помощью термической обработки, то есть длительная варка. И по своим биологическим свойствам они практически ничем не отличаются, поскольку последний таким же образом разрушается до олигопептидов в желудочно-кишечном тракте. Желатин используется в пищевой промышленности в качестве загустителя. Эту пищевую добавку ранее пытались даже продавать в качестве протеина для атлетов. Однако для построения мышечной ткани коллаген малопригоден, поскольку имеет неполноценный аминокислотный состав. Несмотря на это, желатин можно применять в качестве средства для укрепления суставов и связок. Таким образом, вместо курса коллагена в таблетках или капсулах за тысячу и более рублей, можно принимать обычный пищевой желатин в эквивалентных дозах. И вы получите точно такой же лечебный эффект, разумно сэкономив при этом свои средства. Аминокислотный состав желатина. В желатине у нас содержится до 35% глицина, до 21% пролина, до 15% гидроксипролин, 10% глютамин, 9% аланин, 8% аргинин и до 27% прочих аминокислот. Какое действие коллаген оказывает на организм? Гидролизованный коллаген или желатин хорошо усваивается из пищеварительного тракта. Исследуя усвоение этого вещества, ученые обнаружили интересный факт. Часть коллагена усваивается в виде олигопептидов, цепочек аминокислот, которые могут поступать в кровь. Другие исследования показали, что коллаген, применяемый внутрь, способен восстанавливать целостность хряща, укреплять связки и облегчить боли при поражении суставов. Было выявлено увеличение плотности коллагеновых волокон и фибробластов в коже, хряще и связках. Поясню, фибробласты это клетки, которые производят коллаген внутри организма. Объяснение этих эффектов ученые находят в том, что коллаген способен частично усваиваться в виде олигопептидов, как уже указывалось выше. Эти олигопептиды обладают стимулирующим влиянием на фибробласты соединительных тканей, фактически заставляя их работать интенсивнее, а также активно делиться. Желатин в дозе 5 г в сутки в течение 6 недель позволяет заметно улучшить свойства кожи, эластичность и гладкость. Последние испытания выяснили еще один положительный эффект – укрепление костей за счет активирующего влияния на остеобласты. Какие же положительные эффекты были доказаны? Укрепление хряща, укрепление связок, укрепление костей, улучшение питания мышц. Аминокислоты идут на строительство мышечной ткани, а относительно большое содержание аргинина 8% способствует улучшению кровотока в мышцах. Также было доказано и улучшение свойств кожи. Дозы и рекомендации по применению желатина или коллагена. В бодибилдинге и в пауэрлифтинге для укрепления костей и связок, суставов коллаген в таблетках или желатин рекомендуется принимать в дозе 10 г в сутки за 1 или 2 приема в сухом виде, запивая водой, растворяя в воде или делая желе. Добавка абсолютно безопасна и имеет полностью натуральное происхождение. Изготавливается из костей и хряща животных путем длительной варки и последующего разрушения ферментами или кислотами. Для повышения эффективности курса рекомендуется сочетать с хондроитином сульфатом и глюкозамин с сульфатом, либо применять совместно с другими добавками для связок и суставов. Пищевой желатин не у всех одинаково хорошо усваивается, избыток желатина может провоцировать много неприятностей, среди которых самое безобидное это повышение свертываемости крови. Не стоит злоупотреблять продуктами, содержащими желатин людям, предрасположенным к тромбозам и тромбофлебитам, а также тем, кто страдает мочекаменной и желчекаменной болезнью, так как они могут спровоцировать обострение заболевания. Также важно помнить, что желатиновые настойки, которые используются для лечения болезней суставов, могут привести к появлению запоров, воспалению геморроидальных узлов, а также к проблемам желудочно-кишечного тракта. Также людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и оксалурическим диатезом, необходимо употреблять желатин в пищу только после консультации с врачом, так как повышение содержания оксалогена в данном продукте может вызвать обострение этих заболеваний. Кроме того, известны случаи появления аллергии после употребления продуктов с желатином в пищу. От себя же добавлю, что я сам принимаю желатин уже довольно длительное время, и могу отметить, что действительно он помогает, он улучшает качество кожи, это правда. Также у меня перестали болеть суставы, они, кстати говоря, стали меньше хрустеть, и воспалений у меня уже, кстати, давно не было. И действительно он, скажем так, обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Но все же стоит желатин пропивать курсами. Я, к примеру, его пью по несколько недель, потом делаю такой же перерыв и снова пью.